Скоро кировские школьники будут расплачиваться за обеды с помощью универсальных электронных карт. В чем преимущество пластиковых денег перед наличными и как это нововведение поможет родителям. Подробности у Ивана Швецова. Карманные деньги для ребенка, как известно, источник соблазна. Их можно потратить вместо обеда в столовой на сладкую газировку или жвачку, или какие-то пустые развлечения. А родители так ничего и не узнают. Именно поэтому универсальная электронная карта школьника, словно стремясь оправдать свою универсальность, отныне будет выполнять еще и роль электронного кошелька, из которого дети смогут оплачивать школьные обеды. Это дополнение к уже существующим функциям карты, проездного для общественного транспорта и пропуска в школу, поможет и детям, и родителям лучше контролировать расходы. С точки зрения родителей, то есть для родителей, когда информация идет через компьютер, то есть родители всегда у нас будут знать то же самое, значит, какого в школе было меню, что съел сегодня ребенок, на какую сумму съел ребенок, и он может, соответственно, уже тоже проводить определенный контроль. В гимназии имени Александра Грина терминал для оплаты обедов с помощью электронной карты полностью собран и готов к работе. По планам городской администрации, система электронных платежей будет запущена сразу после осенних каникул, то есть со второй четверти. В 16 школах уже стоят терминалы. Я думаю, что на концу следующей недели уже в половине школ они будут так же установлены. Тут можно как бы этот процесс и быстрее производить, но я считаю, что это нецелесообразно. Нужно все-таки подготавливать кассиров к работе с этими терминалами. Рабочее место кассира, оборудовано по последнему слову техники, касса имеет сенсорный экран. Работать с ней после небольшого обучения сможет любой человек, у которого есть хотя бы минимальные навыки работы с компьютером или планшетом. Это экономия работы классного руководителя, прежде всего. Второе – это возможность использовать деньги детей по назначению. То есть, если это определены деньги на питание детей, значит, они пойдут на питание в школьную столовую. Пополнение электронных карт будет возможно наличными деньгами или с пластиковой карты через терминалы. При приеме платежей банковская комиссия не берется. В случае болезни ребенка деньги не сгорают, а сохраняются и переносятся на следующий месяц. В администрации города планируют и дальше развивать возможности электронной карты школьника. Следующим шагом станет возможность использования карт в спортивных секциях и бассейнах, музыкальных и художественных школах. Иван Швецов, Руслан Бекасов, Вести, Киров.